Всем привет! Сегодня давайте сделаем обзорчик на матч Барселона-Галатасарай. Погнали! Начнем с игроков Барселона по Галатасараю. Там только выделим на самом деле вратаря. И то за первый тайм, а во втором тайме там и спасения не было. У Галатасарая можно выделить только игру центрополя. То есть нападающие там сыграли не так хорошо, но они все работали на защиту. В защите Галатасарай сыграл дисциплинированно, выдержал полностью тактику на матч, добыл ничью. Но Барселона у нас разгромила Наполе на выезде. Посмотрим как будет в Турции. В Турции кстати так же сложно как и в Неаполе. Потому что там болельщики такие же бешеные как и в Неаполе. В этом плане я не думаю, что Барселоне будет проще либо легче в Турции. Но тем не менее Неаполе раздолбали, что помешает Галатасарай это сделать. Только пожалуй одно. Прошли пик формы. Погнали к игрокам Барселоны. Терштеген в принципе не косячил. Но там был один момент по сути у Галатасарая, когда Гамис забивал гол. Но там был офсайд. Вот и заброс на Гамис. Он был в небольшом офсайде. Но на нем было два защитника Барселоны. И они с ним ничего не могли сделать. То есть висели два игрока на плечах. Он прошел до штрафной и пробил. Терштеген не спас. Повезло, что было офсайд. Гарсия. Не так плохо, но в воздухе он играет не очень. Вы даже здесь видите 6-2. Он когда в сборной Испании играл, там был выбор между Пава Торосом и Гарсией. Вот когда надо было в воздухе играть, выпускали Пава Тороса. А Гарсию садили на замену. Он играл внизу. Карауха. В принципе, отыграл первый тайм. Не сказать, что плохо. Но поменяли. Не знаю почему. Потому что там в первом тайме у Глодосарая особо и моментов не было. Я думаю, его замена связана с травмой, а не с игрой, либо с перестроением игры Барселоны. Здесь к Карауху претензий нет. Дест игрок группы атаки, по сути. Хоть он и правый защитник. Он больше на атаку, чем на защиту. Он не косячил в защите, но Глодосарая особо не атаковал. Только забросами туда. Там в основном работали центральные защитники. А в атаке Дест был не очень. Альба, наверное, один из лучших игроков Барселоны. Почему? Потому что через него и шли все атаки. Два ключевых пасса. Борьба за позицию. Два раза выигран. Воздушные поединки. Но четыре раза вступил, один выиграл. Он же малыш. Но ни одного точного навеса, кстати. Барсы в этом плане сегодня навесы никак не шли. Педри объемный игрок. Он последний матч играет неплохо, но им не хватало мозгов. То, что Барселона купила Де Йонга, не помогает им. Потому что от Де Йонга ждали больше. Он играет на хорошем уровне, но не на том, которым его ждали. Три ключевых пасса, тем не менее, у Педри есть. Барса не умеет взламывать оборону. А раньше умело. Габи немножко выпал в первом тайме. Барсе не хватало человека для организации атаку. Во втором тайме выйдет Бускетс. Может быть, организация атака улучшится, но вот завершение будет хромать. Фрэнки Де Йонг, он играет на своем уровне. Проблема в том, что он не становится лидером Барселоны. От него ждут большего в атаке и лучшей игры в защите. Хотя у него три отбора, один ключевой пас. Борьба за позицию. В принципе, неплохой матч с точки зрения статистики. Но Запорол единственный голевой шанс Барселоны. Вот этот момент. Ауба пытается пробить через себя. В итоге отдает пас на Де Йонг. И Де Йонг, видите, в свою позицию попадает в штангу. Запорол, запорол момент. Единственное, что он не ждал, что Ауба такой пас отдаст. Ауба не отдавал пас. Он пробивал поворот. Просто так получилось. Адама Траоре, он неплохо играет. У него семь успешных попыток дриблинга из семи. Борьбу за позицию он полностью выигрывает. Но вот придумать что-то такое особенное, феерическое, у него не всегда получается. То есть это игрок достаточно прямолинейный, который имеет дриблить, который имеет играть корпусом, который имеет бегать и будет бегать, пока не сдохнет. Но игрок узкопрофильный. И узколобый, я бы сказал. Вот он играет по бровке и играет по бровке. Он мало что придумает. Даже с ударом у него есть определенные проблемы. Я скажу так, для нынешней Барселоны, это система, образующая игрок. Потому что это один из способов, один из вариантов атаки, когда ничего не получается. Проблема Адама Траоре в игре с Галатес Райм состояла в том, что там, во-первых, была страховка. Во-вторых, у него зон не было куда бежать. Там было 2-3 игрока, он на двоих-троих не пойдет. Одного обыграет, тот же второй вырастает. Либо обыграл, зашел в шафтную и пробивать, там уже заблокировано. Адаме Траоре нужны зоны, куда бежать. Если нет этих зон, если нет пространства, потенциал Адамы падает очень сильно по шею. Индуально он не такой сильный даже, как Дембеле, как Месси. Потому что они могут что-то еще придумать. Этот обыграет, а дальше пробить, суетиться, ничего не получается. Но он зачастую на пятерочку делает то, что он умеет. Есть люди, знаете, там, мега умные, которые все умеют, делают, но у них ничего не получается. Потому что они распыляются. А этот игрок, он может и имеет 2 извилины, но он 2 извилины использует на 5 с плюсом. Обожаю таких игроков. Он просто пашет на поле. Мемфис сильнее, чем Адама Траоре. Индуально. То есть он больше может придумать. У него лучший удар, но он играет, как погода. Вот есть у него желание, есть у него какой-то запал. Он играет. Потом может пропасть из игры и выключиться. Адама, он выполняет свою функцию всегда, пока может, пока не устал. А Мемфис, если матч идет, он хорош. Если матч не идет, ну, ищите Мемфиса, он где-то потерялся. Я бы сказал, что Мемфис зажигалка. Вспыхнул и пропал. Вспыхнул и пропал. И так на протяжении матча, либо отрезка матча. А может вообще газ кончится. В первом тайме Мемфис отыграл хорошо. Имел два момента. Один со шрафного. Один с угла шрафной. Но дважды спасал вратарь. Это удар Мемфиса со шрафного. Видите. Вратарь, по-моему, спас. Мяч полетел в перекладину. А это Мемфис сместился с фланга на угол шрафной. И пробил. Здесь тот же вратарь спасал. Вытягивал из-под перекладины. Из девятки. Ферранторес полностью выпал из игры. Вообще у него ничего не получалось. Худший игрок первого тайма. И вы поменяли во втором. Я говорил на стриме про это. Вышел Усамом. Сделал 10 навесов. Один точный. Один ключевой пас. Но в целом лучше сыграл, чем Ферранторес. С другой стороны, пользы там тоже немного. Если сравнивать с Адамой, то Адама посильнее будет. Люк Де Йонг вышел вместо Трауре. Ничего не показал. Но на него надо вешать, вешать и вешать. Барселоны не получилось завешивать. Поэтому у Люка Де Йонга ничего не получилось. Ауба имел два момента. Один момент, когда пробел через себя. Получился пас на Де Йонга. Второй момент, когда выбегал на подачу, но не достал. Все. Барселона имела всего один голевой момент у Де Йонга. И больше ничего. Вскрыть оборону Глотасарая не получилось от слова совсем. Вопрос. Это уже пошел с платформы. Либо это просто небольшой скачок вниз. Дальше пойдет по нарастающей. Будем смотреть чемпионат. Будем смотреть ответную игру. Но есть небольшие опасения. Все-таки лететь до Турции, не до Неаполя. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...